добро пожаловать на канал чудесный огород уважаемые друзья и зрители канала сегодня поговорим о такой как кажется на первый взгляд не прихотливой культуре как шпинат очень часто начинающие огородники сталкиваются с такой проблемой как стрелкование или ранее зацветание овощи давайте разберемся а чего же это происходит и какие факторы влияют на развитие и рост этой культуры шпинат культура короткого дня также как и редис редька пекинская капуста не любит длинного дня и короткой ночи самый хороший период для посева в северных регионах страны это середина апреля или начало мая вторая волна посева шпината середины или конца августа среди огородников бытует мнение что осенний шпинат вкуснее весеннего и выборе семян обращаем внимание можно так сказать на сроки созревания листового овоща для наилучшего результата специалисты советуют выбирать сорта ранний или средний ранний устойчивые к цветушности семена для посева должны быть непременно свежими семена у листового овоща довольно крупные имеют твердую оболочку для лучшей всхожести будет неплохо перед посевом их замочить в любом стимуляторе роста для этого подойдут такие препараты как и пин циркон энерген при применении препарата и пин или циркон опираемся на такую дозировку две капли препарата а пол литра воды воду берем отстоянную комнатной температуры хлопчатобумажную салфетку смачиваем уже в приготовленном рабочем растворе и раскладываем семена после салфетку семенами кладем в полиэтиленовый мешочек и оставляем в теплом месте на 8 12 часов шпинат растения холодостойкая оптимальная температура для роста и развития 15-18 градусов это растение требовательно к плодородию почвы шпинат хорошо растет на щелочных почвах если в огороде почва с кислинкой то ее нужно раскислить для этого нам понадобится древесная зола мел или доломитовая мука все вносим под перекопку из расчета 200 граммов на 1 квадратный метр хороший предшественник шпинату это картофель если весной стоят пасмурные дни то место для грядок выбираем солнечное весна вас радует жаркими днями то тогда выбирая место для посева шпината с кружевной тенью обязательно защищенного от ветров почву хорошо перекапываем и делаем грядки с высокими бортиками так как от нехватки влаги шпинат идет стрелку и зелень не нарастает а грядки с высокими бортиками позволяют ее задерживать подготовленной грядки делаем борозды глубиной 45 сантиметров с расстоянием 10 сантиметров борозды проливаем рабочим раствором фитоспорина рабочий раствор готовим так 1 столовая ложка маточного раствора фитоспорина на 10 литров воды равномерно раскладываем семена на расстоянии 23 сантиметра друг от друга глубина заделки семян от 2 до 3 сантиметров почву слегка уплотняем а затем укрываем мешковиной рогожей или нетканым материалом для того чтобы посевы подольше оставались влажными по необходимости полив производим сверху по нетканному материалу после всходов убираем укрытие рыхли между рядьев если это требуется пропалываем и прореживаем растения выдерживая расстояние 6 8 сантиметров только появятся первые настоящие листочки делаем подкормку с азотными удобрениями в качестве первой подкормки подойдут травяные настои также можно использовать нашатырный спирт одну столовую ложку на 10 литров воды в этом случае делаем вне корневую подкормку по листве вторую подкормку производим с интервалом 7-9 дней овощи будет неплохо подкормить гуматами согласно инструкции не забываем шпинат защитить от вредителей для этого нам подойдут такие средства как березовый деготь сухая горчица или горчичный жмых древесная зола красный перец табак при использовании березового дегтя применяем такую схему 20 капель березового дегтя плюс одна столовая ложка жидкого мыла или хозяйственного мыла натертого на терке и 10 литров воды все хорошо перемешиваем и обрабатываем растения по листве древесной золой и другими вышеперечисленными средствами делаем опудривание по влажной листве профилактическую борьбу с вредителями начинаем после того как у растений появятся первые семидольные листочки и продолжаем весь период роста не забываем своевременно и обильно поливать шпинат от этого зависит урожай для длительного урожая шпинат можно сеять несколько раз с интервалом 10-14 дней начинаем срывать зелень как только у растений появится по 5-6 настоящих листочков при выборе срока уборки важно помнить что сбор листьев ограничен от 10 до 15 дней непозволительно появляться цветоносом у шпината от этого он становится невкусный жесткий теряет львиную долю полезных свойств прибегаем сплошной уборке растений и выдергиваем листья вместе с корешками которых аккуратно смываем землю и после их обтираем насухо уборку листового овоща лучше всего делать сухие дни перед уборкой растения перестаем поливать за 23 дня сухую зелень с корешками порционно обматываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на нижнюю полку такой упаковке шпинат может храниться до трех недель не теряя своей свежести шпинат очень ценный продукт хлорофилл шпината по структуре близок гемоглобину крови человека также он богат железом очищает стенки желудка кишечника от шлаков по количеству протеина этот листовой овощ стоит рядом с мясом и молоком уважаемые друзья и зрителям сегодня мы с вами поговорили о таком замечательном и полезном листовом овощи как шпинат будем очень рады если вам пригодились наши нехитрые советы а на сегодня все мы благодарим вас за внимание будем вам очень признательны если вы поддержите наш проект лайками это поможет другим зрителям ознакомиться с информацией подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео оставляйте свои отзывы и комментарии будьте на связи а мы вам желаем крепкого здоровья успехов во всех ваших начинаниях и конечно богатых урожаев до новых встреч до новых видео пока пока пока